Итак, сегодня у нас с вами работа, связанная с рубриками, метками и ключевыми словами. Вот этот вопрос почему-то вызывает очень большие сомнения у людей, и почему-то очень часто бывает так, что человек просто даже, может быть, и не совсем понимает, зачем нужны эти рубрики, метки, но ключевые слова еще как-то более-менее осознанно подбираются. А вот рубрики и метки, зачем они вообще нужны, эти рубрики и метки, на блоге? Вот давайте мы сегодня с вами достаточно подробно поговорим об этом вопросе, чтобы больше к нему не нужно было возвращаться. Итак, вспоминаем. У нас с вами в интернете идет работа на одном поле, игровом, будем говорить. На этом игровом поле у нас три игрока. Это блогер, это мы с вами, поисковик, это тот робот, который помогает нам продвинуться. И наш, так сказать, очень важный для нас человек, это посетитель. Вот эта группа, блогер, поисковик, посетитель, это та самая тройка, которая составляет вот основную нашу с вами команду. Вот эта команда, если в этой команде все согласовано, если в этой команде все друг друга понимают, если в этой команде все настроены на серьезную хорошую работу, то блог ваш очень быстро продвигается. Теперь давайте посмотрим, что же у нас должен делать блогер. Вот из тех трех позиций, это рубрики, метки, ключевые слова, чем, собственно говоря, каждый из данных представителей, что, собственно говоря, каждому из них необходимо из этих трех позиций. Ну, давайте посмотрим. Блогеру приходится составлять и рубрики, и метки, и подбирать ключи. Хочет на этого делать, не хочет, но если он не будет работать по правильной настройке рубрик, меток и ключей, то работа у него будет идти достаточно, ну, ни шатка, ни валка. Вот таким образом, да? Что же нужно поисковику вот из этих трех позиций? Поисковику нужен ключ. Иначе он просто не поймет, о чем, собственно говоря, идет речь на вашем блоге. О чем, собственно говоря, вы собираетесь писать в своей статье. Вот эта позиция, самая главная позиция для поисковика. Почему мы говорим только о ключе? Почему мы не говорим о рубрике и метке? Давайте вспомним мы с вами такой момент. Поисковик у нас индексирует наш блог, а мы с вами устанавливаем на блог такой файл, который называется robots.txt, где мы запрещаем поисковику индексировать рубрики и метки. Почему? Потому что в рубриках и метках идет повтор ваших статей, и практически получается, что на нашем же блоге мы сами составляем дубли наших статей. Поэтому наша задача закрыть от поисковика рубрики и метки. Значит, мы для блогера готовим только ключевое слово практически, да? Посетителю что необходимо? А посетитель не видит нашего ключевого слова. Ему это ключевое слово. Что мы там написали в ключевом слове, это не важно. Для посетителей на нашем блоге как раз важна информация, которую мы выдаем в наших статьях, и для удобной работы ему нужны как раз рубрики и метки. Вот давайте посмотрим. Зачем, еще раз так сказать, подведем итог, зачем блогеру рубрики, метки и ключ? А блогеру это в первую очередь необходимо для того, чтобы у него в голове уложилось все очень четко. Вы посмотрите, для того, чтобы у нас логика изложения нашей тематики была четкая, для того, чтобы мы сами у себя в голове уложили, что мы, собственно говоря, хотим рассказать на нашем блоге, мы должны составить рубрики и метки. Рубрики, как мы говорили, это практически наш план, план нашей работы на блоге. Метки – это наша классификация, то есть мы будем классифицировать какие-то статьи по каким-то определенным понятиям, да? А ключ – это у нас мы будем, мы не можем, это тоже логика нашего изложения. Ключ у нас, мы старательно его подыскиваем, стараемся изо всех сил сделать все очень хорошо для того, чтобы блок-то наш продвигался. То есть для нас, вот лично для нас, значит, для, как для блогера, лично самое главное – это рубрики, метки и ключ, они для нас, как, знаете, как, ну, такая вот направляющая, для того, чтобы мы могли правильно и чётко излагать тематику своего блога, то, что мы задекларировали перед посетителем. Для чего нужно поисковику ключевое слово? Ключевое слово, если мы им не сделаем его, то есть мы не покажем нашему поисковику, о чём, то есть мы же, помните, говорили, ключ мы подбираем, первое, что мы делаем, это в голове у нас выкладывается тема нашей публикации, и мы по этой теме, мы уже мысленно представляем, о чём у нас будет идти речь, и первое, что мы делаем, это мы ищем ключевое слово, причём ищем его с операторами, оператор кавычки и оператор восклицательный знак. Для чего? Для того, чтобы наша статья, когда мы её написали, она была релевантна этому ключевому слову, то есть для того, чтобы поисковик понял, что мы действительно вот об этом говорим в своей статье, он будет потом оценивать блоками, это вот всё мы с вами изучали уже, да, саму статью, но ключевое слово ему необходимо для релевантного индексирования или для адекватного индексирования. То есть без ключевого слова, без того языка, на котором разговаривает робот, без того языка, который робот понимает, мы с вами не продвинем наш блок. Значит, ключевое слово – это для робота, а вот для посетителя у нас рубрики и метки. А посетителю-то они зачем нужны? А посетителю они нужны для того, чтобы он пришёл на наш блок и увидел сразу, о чём наш блок, и сразу сделал оценку, нужен ему этот блок или не нужен, интересен ему этот блок или не интересен. Вот он нашёл определённую главу. Вы помните, что мы на нашем блоге даём информацию, которая решает проблемы нашего посетителя. И если нам поисковик по ключевому слову привёл человека, он прочитал, например, статью, правая сторона, помните, сайт-бара у нас, на самом видном месте стоят наши рубрики, не метки, а рубрики. Почему? Потому что рубрики – это план нашего блога. Это вот мы говорим «карта сайта». Карта сайта, она большая. Там каждая страничка, там каждый наш пост, он там расписан. И человек может открыть там, если у вас 100-200 статей, он ещё может и не всё пролистать до конца. А вот с правой стороны стоят рубрики, и он сразу видит, рубрики должны быть названы. Очень понятно для нашего посетителя, да? Очень понятно должны быть. И эти понятные рубрики дают информацию. Вот здесь-то я и найду решение своей проблемы, думает посетитель. Каждый вот этот термин, рубрика, метка и ключ, они несут определённую нагрузку на блоге. И мы не можем просто так от них отстраниться. Вот из всех этих трёх позиций на ключ блогеры обращают серьёзное внимание. А рубрики и метки – это как-то так. Ну, рубрики ещё как-то понимают. А метки к ним вообще относятся. Очень нужны они, не нужны. То есть совершенно бездумно к ним относятся. Значит, метка. Что такое метка? Вот если рубрика у вас выложена, это план вашего блога, то метка – это классификатор. Мы сейчас попозже поговорим на эту тему, больше посмотрим на примерах. Это классификатор, который помогает, опять же, посетителю разобраться в некоторых моментах информации на вашем блоге. Итак, давайте посмотрим ещё раз внимательно. Значит, рубрики и метки мы с вами старательно делаем для посетителя, а ключевое слово мы готовим нашему поисковику. Все три позиции у вас должны быть очень чётко уложены в голове. Итак, давайте ещё раз. Зачем нужны рубрики и метки блогу? Я уже про ключ не говорю сейчас, да? Для автора, то есть для нас с вами, это логика изложения тематики, для посетителя – это удобство использования, удобство посещения блога. А удобство посещения блога – это юзабилити. А юзабилити сейчас оценивается на первом месте для при продвижении вашего блога. Как это делает поисковая система, я уже рассказывать не буду, это у нас, мы говорили об этом в других курсах. Видите, всё очень завязано между собой. Итак, вот для того, чтобы мы уложили хорошо в голове, что такое рубрики и метки, мы сейчас с вами, вот для этих, для ответа на эти вопросы, мы сейчас с вами опять, уже, может быть, я 35 раз показывала вам, рассказывала эти слайды, но ещё раз давайте мы по ним пройдёмся. Итак, я привожу пример. Это блок о посуде. Блог о посуде ведёт человек, который очень хорошо знает историю посуды, предназначение посуды. Он знает очень хорошо, где какую ложку, какую вилку надо класть при сервировке стола. Он знает, какую вилочку, какую ложечку нужно использовать там, когда человеку подаётся кусочек торта, или когда ему подаётся рыба. То есть он вот эти все тонкости от и до знает. И вот этот человек начинает вести этот блок. Ну, первое, что он должен понять, это то, что, наверное, составить план своего блога, да? У него в голове очень много информации. Что он делает? Он расписывает этот план, ну, в таком плане, что, в таком виде, что он будет рассказывать в какой-то главе своего блога, иначе говоря, в рубрике, или ещё иначе говоря, в категории, да? О тарелках. В какой-то главе он будет рассказывать о чашках, в какой-то главе о вилках, а в какой-то главе о ложках. Я специально взяла вот такой пример для того, чтобы... Ну, это было очень всё понятно, да? Теперь сразу выкладывайте это вот как хозяйки дома. Вот у вас, например, вы очень такая аккуратная хозяйка. Вот вы точно так же дома выкладываете тарелки в один шкафчик, чашки в другой шкафчик. Вилки у вас лежат в одном отделении ящичка, ложки в другом. Там ножи ещё где-то будут лежать. Но мы возьмём вот только вот такие четыре позиции. Тарелки, чашки, вилки, ложки. Всё. Вы, прежде чем писать статьи, вы продумали, где, в какой главе, о чём вы будете писать. А теперь параллель. Если прежде чем заполнять ваши шкафчики на кухне, прежде чем покупать посуду, вы подготовили шкафчики и ящички. Значит, шкафчик для тарелок у вас будет здесь, шкафчик для чашек тут, ящичек для вилок тут, ящичек для ложек тут. То есть проводите вот такую параллель, пожалуйста. Теперь мы пошли в магазин всё покупать. И вот мы купили вот такое большое количество всевозможной посуды. Это мы в реальной жизни купили. А в виртуальной жизни мы с вами написали статьи. Статья о вилке для мяса, статья о супной тарелке, статья о ложке для там рыбы или кофейное блюдце там какое-то, да, и так далее. Вот вы принесли на кухню, огромное вам в ящиках принесли, готовую купленную посуду. Будем параллель, да. Вы написали, заготовили много статей. Теперь начинаем всё раскладывать по полочкам. Дома, когда вы работаете, вы раскладываете как? Вы собираете все чашечки, распаковываете ящички, да, и их начинаете раскладывать. Ага, вот ящик с тарелками. Значит, мы поставили их на полку с тарелками. Вот тут вилки попались сюда. Ага, вот тут появились чайные блюдца. Давайте мы их тоже сюда поставим. Давайте появились эти. Мы поставим вот сюда и так далее, да. Теперь смотрите. Это мы в жизни делаем. А на блоге мы делаем так. Мы написали статью о чайной ложке. Написали статью о чайной ложке, и мы её сразу же положили в рубрику о ложке. Ложке. Рубрика называется ложка. Мы написали статью о тарелках, и мы положили сразу эти статьи в рубрику тарелки. Мы написали статью о чашках. Кофейная чашка, там чайная чашка, чашка для бульона. И мы сразу положили, прикрепили, уложили эти статьи в рубрику чашки. Мы сразу же о вилках, когда писали, всё положили в рубрику вилки. О ложках написали, всё положили в рубрику ложки. Неважно, вот видите, здесь у нас статьи я выложила, они у вас в разном порядке пишутся, да? Да, там сегодня вы о вилке написали, завтра о тарелке и так далее. Это у вас по времени выкладывается, конечно, намного дольше, чем вы, если бы разбирались с какими-то ящиками на кухне, правда? Но когда вы пишете о вилке, вы понимаете, что вы должны её поместить в рубрику вилки. Когда вы пишете о ложке, вы понимаете, что вы должны поместить её в рубрику ложки. А теперь посмотрите внимательно. К каждой статье подходит только одна вот такая вот линия. Видите, вот одна линия. У каждой статьи только одна линия. Это говорит о чём? О том, что статья может находиться только в одной рубрике. Почему, спросите вы? Ну, первое. Когда вы делаете карту сайта, то в карте сайта у вас запрашивает плагин, информацию о том, как вы будете раскладывать всю информацию своего блога в этой карте сайта. И вам там предлагают разложить рубрики, статьи по рубрикам. И вот представьте, у вас каждая рубрика будет отображаться в карте сайта. И в карте сайта у вас, например, будут там какие-то статьи будут и в одной рубрике, и во второй, и в третьей рубрике. Это путаница начинается. То есть вы, если вы хотите иметь красивую карту сайта на своём блоге, вы раскладываете статьи в соответствии только с одной рубрикой. Вы должны это запомнить, что рубрика, ну, у статьи может быть только одна. Очень продуманная, очень чёткая. А теперь переходим к меткам. Хорошо бы, например, на вашей большой кухне, например, если у вас ресторанчик, да, и на этой огромной большой кухне вы должны знать, где в каком шкафчике лежит. Мало того, у вас поступает на работу какой-то человек новый, и этот новый человек, вы не ходите, ему не показываете, здесь лежит то-то, то-то, то-то и так далее. А вы ему говорите, вот тебе ящичек, в этом ящичке лежат таблички, ну, в смысле карточки. И на этих карточках написано, где в каком шкафчике что можно взять. Вот посмотри, если тебе понадобится, например, приготовить посуду для чая, то ты достаёшь карточку чай, и в этой карточке написано, что ложка для чая лежит на полке ложки. Чайное блюдце лежит на полке тарелки. Чайная чашка стоит на полке с чашками. То есть вот по этой карточке человек может найти всю информацию о чае. Если вам понадобилось сделать кофе, то есть и вы должны на кухне найти посуду, предназначенную для сервировки стола, кофе, что вы делаете? Вы берёте карточку кофе и сразу видите, где стоят, где стоит вся посуда для кофе. Если вам понадобился суп, если вам понадобилась рыба, то по этой карточке можно всё очень быстро найти. А теперь посмотрите. Мы с вами выделили чай, кофе, суп, рыба. Но ведь у нас ещё вполне вероятно понадобится не только чай накрыть на стол, да? У нас понадобится ещё сервировка, например, обед большой. И я должна знать, где какие у меня лежат предметы для сервировки стола. Поэтому у меня есть ещё карточка, которая называется сервировка стола к обеду. И я по ней определяю, что вилка для рыбы лежит вот на этой полке. Сервировка стола к обеду, тарелка суповая стоит вот на этой полке. Там, что у нас ещё тут, вот, например, вилка для мяса, она вот лежит вот на этой полке. То есть вот по этой карточке вы получаете информацию вот о том, где найти посуду для сервировки стола к обеду. Вот эти карточки – это и есть метки вашего блога. Посмотрите теперь. Например, вот, смотрите. Если я возьму с этой стороны ложку для рыбы, вот она, то у меня здесь подходит и от карточки рыба информация, и от карточки сервировка стола к обеду информация. Если я, например, захотела ложку для бульона, то у меня и для супа в карточке стоит эта ложка для бульона, и сервировка стола к обеду стоит эта ложка для бульона. Значит, оказывается, меток-то может быть, карточек таких, может быть, у каждой статьи несколько. Почему? Да потому что ложка для бульона у вас, она может попасть и в карточку для супа, и в карточку для сервировки стола к обеду. То есть вы должны понять, что вот это у вас конкретное место, где лежат вот рубрики, где лежат ваши статьи, где лежат ваши предметы. А вот это вот, это те классификационные карточки, по которым человек очень быстро может сориентироваться на вашем блоге, нажав на эту меточку под статью, и найти эту информацию вот здесь. Если это понятно, то я отвечаю на вопрос Арсении. Запомните, никогда вы не ищете никакой частотности ни для рубрик, ни для меток. Частотность ищется только, проверяется только для ключевого слова. Помните, если мы с вами вначале говорили, посмотрите, ведь вся та информация, которую мы ищем для поисковика, по ключевому слову, она и предназначена только поисковику. А это у нас все предназначено живому человеку. Понятно? Значит, смотрите, что здесь, на что здесь нужно обратить внимание. Вот здесь все должно быть очень логично выложено на вашем блоге. То есть, когда вы понимаете, что блог у вас о посуде, значит, вы и должны понимать, что и рубрики должны быть все о чем? О посуде. Если вот здесь вот у вас должно быть удобство, то есть, каталожные листочки, каталожные карточки, вот они должны быть у вас для каждой статьи сделаны. Две, три, больше не делайте, чтобы не запутать вашего посетителя. Вот это метки. Значит, здесь есть одно правило, имейте в виду. Значит, вы называете и рубрики, и метки, во-первых, кратко, во-вторых, очень понятно для вашего посетителя. Вы помните, что вы делаете для человека. Значит, вы должны показать человеку, о чем идет речь. Еще один момент, на который вы должны обратить внимание. Ни в коем случае название рубрик не должно повторять в названиях меток. Не должны совпадать. Потому что WordPress не различает эти слова очень четко. То есть, название рубрик ни в коем случае не должно повторяться с названиями меток. Да, ключевые слова у нас, пусть такие же будут, как рубрики, так метки. Это не важно. Важно, чтобы рубрики у вас не совпадали с метками. Теперь давайте поговорим дальше. Теперь вопрос, как всегда, моих любимых кошек. Значит, логика, логика выкладки ваших рубрик. Значит, посмотрите, название рубрик для человека, пришедшего на ваш блог, должно очень четко дать информацию, о чем ваш блог. Вот я всегда выкладываю, что два блога о кошках, сравниваю первый блок о кошках. Посмотрите, вот его рубрики, да. И глядя на эти рубрики, ясно и понятно, что это блок эксперта ветеринарии. То есть это человек, который знает, как правильно лечить и ухаживать за кошками. И когда человек, посетитель, заходит на этот блок, он видит, что блок о кошках. Но с правой стороны в сайт-баре выложены рубрики. Я по себе сужу. Первое, когда я захожу на незнакомый блок, первый взгляд, это я пришла с поисковика, глянула на какую-то статью. И второе мое действие, я даже не могу сказать, что я сразу иду на карту сайта. Я смотрю рубрики. Я смотрю, да, вот, наверное, здесь что-то интересное. Если я увидала, что рубрики мне неинтересны, я ушла с блога. Ваши рубрики должны быть отработаны название рубрики настолько четко, настолько понятно для посетителей. Еще раз повторяю, это посетителю важно. Во-первых, когда вы выложите свои рубрики, вы должны понимать, о чем вы будете писать. То есть вы, точнее, наверное, даже правильнее так, когда вы понимаете, о чем вы сможете писать, вы должны очень четко составить рубрики. Пусть этих рубрик будет немного для начала. Человек должен, зайдя на ваш блок, понять, о чем ваш блок. Потому что, вот, посмотрите, второй блок, тоже о кошках. Но рубрики у него вот такие. И мы понимаем, что это заводчик. То есть тот человек, который очень все хорошо знает о разведениях пород кошек. О подготовке кошки к выставке. О том, как там ее надо искупать. Как надо расчесать шерсть. Как ее правильно выставлять, чтобы она никого не укусила. Как ее правильно кормить и так далее. То есть масса всяких тонкостей. Он не говорит о здоровье кошки. Он будет дружить вот с этим блогом ветеринарным. И будет отправлять туда людей, как правильно лечиться. Потому что он эксперт подготовки кошки, в разведении кошек. Вот точно так же и вы сразу своими рубриками должны показать экспертность своего блога. И в первую очередь, естественно, раз блог, значит и вы. В первую очередь это ваши эксперты. Итак, давайте посмотрим, что же такое одна публикация у нас и сколько должно быть рубрик и меток на блоге. Одна публикация, мы уже сказали с вами, это одна рубрика. То есть ни в коем случае ваша публикация не должна входить в пару-тройку рубрик. Это только одна рубрик. Только очень конкретное расположение публикации в одной рубрике. Одна публикация может иметь две-три метки, как мы сказали, да? То есть это все исключительно делается для удобства пользования вашим блогом-посетителем. Мы с вами говорили о том, что нам нужно почистить блог, и это не очень простая задача. Нам нужно с вами очень четко еще раз проинспектировать, провести аудит своего блога и посмотреть, те ли рубрики, которые мы задумали, они действительно есть на нашем блоге. О том ли я пишу на нашем, на своем блоге. Вполне вероятно, что вы создали там рубрик 5, 7, 8, да? И вдруг вы выясняете по прошествии какого-то времени, там 3-4 месяца, вы публикуетесь, и вдруг выясняете, что у вас некоторые эти самые рубрики вообще не относятся к теме. То есть вы вообще, оказывается, и не пишете на эту тематику, а вы спланировали. Значит, убирайте эти рубрики, не нужны они, эти рубрики, вообще. Подумайте, может, вы пойдете в какое-то другое направление. Подумайте о том, сколько, во-первых, меток не должно быть очень много, но 18-20 это максимум, потому что человек, когда приходит к вам на блог и видит у вас облако меток, и там их 70, то никакого желания нет выискивать среди этих меток что-либо интересное. Это разбросанные отрывочные знания, получается. Вы должны метками скомпоновать эти знания для удобства посетителя, чтобы он кликнул на эту метку, и ему сразу выкладывается информация по всей этой метке. Со всего вашего блога собираются статьи, аккуратненько выложенные на эту тематику. Значит, вы тоже должны продумать, поставить себя на место своего целевого посетителя и подумать, а что его будет интересовать. Вот это мой план. Вот по этому плану, это рубрики, да, вот по этому плану я буду заполнять свой блог. Но ведь моего посетителя могут волновать. Вот такие моментики, вот в этих моментиках я выложу меток. Это вы должны очень хорошо уложить у себя в голове. И прежде чем, я понимаю, что это все равно будет отработка идти в течение какого-то времени, обязательно будет шлифовка идти. Но прежде чем вот начать эту работу, уже продумайте метки. Продумайте рубрики, это план. И продумайте метки, это то, что должно интересовать вашего посетителя, возможно, целевого посетителя на вашем блоге. Если вы меняете, удаляете полностью рубрику или метку, удаляйте полностью вместе с ярлыком. Если вы понимаете, что у вас эта рубрика остается, но вы хотите дать этой рубрике какое-то более четкое, более конкретное название, то вы меняйте название для человека, вот то, что вы по-русски будете писать, но ни в коем случае не меняйте сам ярлык. Понятно вот это? Значит, вы, если вы удаляете рубрику полностью, увидите, что эта рубрика у вас пустая, удаляйте вместе с ярлыком. То есть все там, ее не должно быть вообще, пусто должно быть. Если же вы пытаетесь эту рубрику изменить ее название, потому что понимаете, что название немножко не отображает суть вашей рубрики, а статьи в этой рубрике у вас уже написаны. Может быть, вы не очень хорошо подобрали слово сочетание для этой рубрики. Может, вы хотите просто изменить название, чтобы человек понял более четко, о чем эта рубрика. Значит, поменяли русское название, вот то, что видит ваш посетитель, но не меняете ярлык. Ярлык оставляете при этом. Итак, ваши вопросы. Надежда, можно менять принадлежность статье к рубрике или метку для нее, или нет, так как это придет изменение в статье. Дело в том, что, еще раз повторяю, мы можем принадлежность менять. Почему? Потому что если у вас стоит робот с TXT, который закрывает индексацию рубрик и меток, то нет здесь никаких проблем. Вы можете статью перетащить из одной рубрики в другую. Потому что у вас, если настройка ссылки идет без указания рубрики, то, значит, никаких проблем не будет. Тогда у вас ссылка не изменится. Метки Галина. Метки можно удалять, если неправильно указано. Можно, Галина. С метками вообще нет никаких проблем, да. Про Ирлык Оля спрашивает Челюбеева. Входите в консоль. В консоли открываете записи. В записах четыре функции. Все записи добавить в новую рубрике метки. Заходите в метки. И у вас открывается интерфейс, где у вас указана метка, ее описание и ярлык. Ярлык у вас расписан на латинице. Вот тот ярлык, он будет входить, вот та латиница, которая написана, она будет входить у вас в состав ссылки. Поэтому ярлык не меняйте. То же самое у рубрик. И у рубрик ярлык есть, и у меток есть ярлык. Вот его вы не меняете. А вот уточнить название, название самой рубрики, это первый столбик, или название самой метки, вы имеете полное право. Да, Арсения, метки менять безопасно. Не переживайте. Метки, проанализируйте все метки, можете их запросто поменять. Значит, мы помним о домашнем задании, которое мы готовим к среде. Я не зря сегодня сделала это занятие еще раз, потому что у нас сейчас нужно почистить блок, чтобы он был чистый, чтобы он был очень понятный. Сейчас мы в первую очередь работаем для вашего посетителя целевого. Еще очень важный момент. Мы работаем для себя. Мы укладываем в голове вот ту цель, к которой мы движемся. То есть вот рубрики – это наш план. Еще раз повторяю, план работы на блоге. Итак, если вопросов больше нет, поставьте мне, пожалуйста, дайте мне знать, понятно или непонятно. Потому что если непонятно, давайте еще доведем до конца, потому что это такой вопрос, эти метки и рубрики. Хорошо. Ну тогда, робот стекста, Ирина, мы с вами будем загружать на курсе. Не переживайте, у нас с вами с 23 числа курсы мы будем все это делать. Хорошо. Ну все. Всего доброго. До свидания.